В небе над Россией можно увидеть яркую комету, которую в последний раз видели во время строительства египетских пирамид. Комета стала неожиданной гостью. Ее назвали Нео Вайс в честь космического телескопа, который обнаружил ее 27 марта 2020 года. Она была слабенькая. Прогноз были на то, что ядро кометы небольшое, значит газа и пыли не очень много, поэтому хвост будет очень слабенький. И вдруг, неожиданно, на прошлой неделе произошел, видимо, выброс пыревого вещества из ядра кометы. А это же составляющая хвоста, пыль отражает солнечное излучение, мы видим этот хвост. И комета вдруг стала очень яркой. В прошлый раз комета посетила окрестности Земли 4500 лет назад. В Египте тогда строили пирамиды. Комета Нео Вайс, которую жители Земли в эти дни могут наблюдать в предрассветном небе, максимально близко к нашей планете пройдет 23 июля. В принципе, она видна глазом. На севере, если посмотреть вечерком на север, там в заре видна одна яркая звезда всего. Это альфа-вознечего капелла. Вот сейчас комета подходит ближе к капелле. Вот ориентир вот этой капеллы. На фоне серебристых облаков. Сейчас почти каждый вечер наблюдают серебристые облака. Комету можно легко наблюдать простым глазом. В бинокль она раскрывается во всей красе. Кроме яркой кометы, вскоре рязанцы могут увидеть звездопады Персииды. Уже 25 июля считается начало потока. Земля входит в поток Персиид. Поначалу будет очень мало метеоров. Три метеора за час ночью это мало. К 12 августа, к максимуму потоку, до 100 метеоров в час, который очень хорошо наблюдать. В деревне вышел в поле, лег, смотри. Метеорный поток Персииды по праву считается одним из самых популярных и живописных звездных дождей. Каждый август он украшает небо и радует зрителей по всему миру. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».